ну что еще раз договорим да что будем делать будем проповедовать веру действующей любовью ибо вера без дел мертва какой смысл нам проповедовать чего чтобы мир полон бесов наполнился во плоти давайте же не будем служителями сатаны и рожать его детей верующих иисуса христа и не исполняющих христовой заповеди любовь познали бы в том что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои за друзей своих ну как мы знаем как господь сказал за любящих но в оконцовке мы знаем что иисус положил за нас душу свою когда мы были еще грешника а значит и мы полагаем души свои за всех людей на земле вот поэтому давайте не будем платить плодить верующих бесов во плоти по всему лицу земли будем проповедовать евангелие царствие божие а это царство любви радости мира добра долготерпения раздержание кротости смирения упования вот какое настоящее царство бога так что они будем в плодить игры размножаться бесами по всему лицу земли тогда мы сами будем счастливы будем делать божие дело они сатанинская ибо проповедь веры без любви это проповедь ничего и в никуда это тупиковый путь никуда никого не ведущий апостол павел познав это писал что мы все через эти дела как иаков и как прочие все его истинные ученики писали что мы возделываем сами себя через дела в любви божией и так потихоньку возрастаем созидаясь в одно тело посредством взаимно совокупляющих связей связи любви как тело как жилы это вот любовь друг друга людей на земле она изближает ты не смотрите никогда на мир с призму смерти с перри зму времени что вот ну а что тут мир все равно придет антихрист равно все будет плохо те какое дело ты смотри на мир через призму глазами бога божьими глазами глазами божьего дитя сонаследника иисуса сонаследника христова а это глаза бессмертия глаза смирения глаза любви и глаза свободы помните эти четыре основные природы божественного естества божественной сущности божественной природы смотря так на мир то мы все прекрасно понимаем и неважно что иисуса тоже распяли и что даже те кто кричали распыни что пока или что ли да нет уперлись рогом и воскресшим его видели и войны побежали им рассказывать а им хоть бы чё вот и потом сколько людей ну кто-то касс кто-то нет ну а сколько миллионов они побоюсь этого слова миллиардов может быть уже людей будет в царстве божьем благодаря благодаря подвигу бога на земле его пути которого он проложил к нам и все кто видит крест христов его распятие его любовь его жизнь любви обильную даже до креста ей уязвляется менять свою жизнь и что что здесь ты тоже не достигнешь той цели тебе кажется ой ты начал любить даже там ближних раньше их того бежал там своим окружению проповедуешь никто не хочет так жить но они не хотят ты-то живи ты все равно работаешь сокровищницы нетленные до вечные пребывающие во век где моль не съедает где ржавчина не истребляет где вор не может украсть ты туда собирай сокровище сокровища царство небесные сокровища до сокровища любви и радости пусть у тебя там будет полный сундук драгоценностей это сундук у тебя вы здесь царство божие внутри вас сердце вот и наложи туда золото серебра драгоценных камней алмазов всяких там даже мчугов бисера всего-всего и любви и радости и мир и крото смирение долготерпение на людей надо смотреть не как на грешников как на детей божьих по плоти все мы от одной плоти вот именно этот этот дух святой дух христов пребывает во всех истинно покаявшись вы помните когда господь воскрес и явился в горнице ученикам своим он донул на них и сказал примите духа святого кому простите тому проститься на ком оставите на том останутся ну конечно ортодокс там притягивают к тому что там папы теперь прощать мол перехи это конечно чушь собачьи вот все это происки лукавого господь дал им силу прощать силу прощать которой они не имели вы помните они буквально за несколько дней до этого шли уже в иерусалим недалеко в окрестностях был город вы помните господь чуть-чуть учеников послал вперед чтобы там устроили все место может быть место для проповеди или место для ночлега их не приняли там ибо увидели что они имеют вид путешествующих иерусалим что они сказали иисусу хочешь ли мы там сейчас помолимся и как и во времена или как или и помолился огонь с неба не зайдет и истребит весь этот город какая там любовь а представляете на их них глазах распину практически на их них они разбежались хотя ям тот же видел это тот же иоанн который вот этот огонь так страстно хотел низвести с неба вот этот же он уже при этом кресте все прекрасно это помните как он стоял и все это видел этот же иоанн был на суде ибо был знаком пера священнику этот суд видел пётр распятие его видел уж точно иоанн мы это все видим он сам об этом свидетельствует и истинно свидетельство его как он говорит этот иоанн кто может простить такое убивают на глазах твоего родственника скорее всю иоанну богослов он был родственник мы видим что иисус был родственником иоанну предтечи да ибо мария к родственнице ходила к своей или совете и что каждый из нас может простить вчера убили твою сына твою дочь ведь ведь среди этих учеников было и дева мария способна мать простить убийство своего сына такой дерзкая надменная неправомерная жестокая способна нет человек не способен делать такие вещи богу все возможно и мы лишь только познав истину приняв всего в себя живого бога духа святого духа любви радости мира кротости все прощения только тогда мы можем прощать все познав эту простую истину что мы бессмертны что все это да это жестокость человека рядом с тобой находящийся но все это лишь временно да ну убивает тебя человек ну и что а ты бессмертен они хотели убить иисуса христа он воскрес в этом вся наша жизнь мы уже не боимся ни жить ни умирать ибо наша жизнь христос а смерть приобретение поэтому нам легко почему ли христианином легко быть здесь твердо основание упование истина которые знания ты истины спокойно живешь для тебя смерть только начало павел говорит такое слово приобретение вот и конечно тогда господь дунов на них дал им силу прощения это величайшая сила это сила бога вы помните как сам народ когда господь прощал грешников расслабленного в частности когда же народ засвидетельствовал говорил кто может прощать грехи кроме единого бога и говорили как удивительно и как превосходно и как отрадно что какую власть дал бог человека всем и они здесь правильно думали они же думали об иисусе человеке ну и даже в этом плане хорошо потому что он пришел как человек проложить нам путь эта власть дана нам именно эта власть именно исполнение и явление этой власти то есть прощаем мы становимся богами какую как как и она говорил какую любовь дал нам господь бог отец небесный быть называться вернее и быть детьми божьими и бываемыми только это слово глагол ну и называться конечно глагол но этот глагол может быть остаться пустым если он будет без второго глагола не просто называться но и быть детьми божьими а детьми мы божьими становимся когда мы становимся сонаследниками христу точно такими же как он поступаем в этом мире так как он поступал очищаем себя в этом мире так как он чист только тогда мы уподобляемся божеского естества а подобное соединяется с подобным люди сходятся по интересам так что вот так вот поэтому кто хочет быть в царстве божием в царстве с иисусом в царстве любви и радости надо внутри это царство уже иметь а если будешь убивать за царство злословить судить поносить за это царство ты там не будешь ты будешь там где это к твою царство в царстве в царстве злобы ненависти и всяких прочей ерунды вот так вот поэтому я призываю проповедовать веру действующую любовью вот потому что она будет действовать любовью если я поверю во что в природу бытия которой есть любовь надо наконец-то в евангелии не щепки разбирать а узреть древо бревно на котором был распят бог пришедшего плоти они в щепках ковыряться а бревна не замечать любовь божию надо увидеть там и любовь божию кому к нам к нам когда мы узорим эту любовь божию к нам тогда мы уверуем в нее чтобы уверовать что бог есть любовь надо уверен что уверовать что иисус есть бог что он явил эту любовь а так можно уверовать что бог есть сатана ибо он отдал сына своего единородного отдать своего сына невеликое благо а вот себя принести в жертву это да поэтому иисус и бог это одно и то же он себя нам нам принес в жертву чтобы мы люди слепые котята узорили наконец любовь божью от того что он с небес бы нам говорил что я есть любовь я такой хороший он в принципе это делать через все творение свое но мы как павел писал не познали не уразумели любовь божью его творение и бог сам сошел он не учил ветхий ветхих людей хотя свет этот любви истины добра просвещать всякого человека которого он привел в бытие но когда мы это не уразумеваем противиси стены внутри сердца своего голосу божьему бог пришел во плоти и явил эту любовь а то мы тоже могли бы говорить кто может на небо взойти да кто может 20 заповедь нам любви принести как павел там трактовал ветхий завет красиво уже бог пришел да и спустил нам эту зап открыл нам имя отца у нас уже нету отмазов бог есть действительно любовь вот так вот и мы горит узрели это 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 евангелие эту жизнь иисуса христа и уверовали в нее мы узрели любовь божию в том что он положил за нас душу свою именно в кресте мы видим любовь божию во всех его благотворениях ну на кресте нам явлено безумное безрассудно вернее безумное неправильное слово безрассудное жертвенность смиренная свободная любовь бога к человеку а мы его образ и подобия поэтому только добровольно смирившись веря в будущее обетование то есть бессмертие воскресенье ожидая или чаяния чаяния его мы можем жить в любви вот и все все очень просто и понятно поэтому давайте будем вера действующей любовью действует она любыми дарами и сверх естественно как их называют дарами святого духа то есть невидимыми дарами которые невозможно приобрести ни за деньги не силой своего ума там еще что-то дары исцеления дары пророчества дары слова даже разумения писания все это конечно подает господь но есть господь который подал тебе видимые навыки руки-ноги вот можно даже накачать эти руки потрудиться ими развить в себе какие-то способности но и в духов душевные способности можно развить если бог тебе какой-то зачаток дал вот ими надо всеми служить обязательно богу любовью ближнему вы вспомните как автор посланник евреев писал все они суть служебные духи казалось бы кому они богу служит нет посылаемые людям на служение служит богу делами какими-то бог их посылать бог их не себе сделать чтобы они мудиферам бы пели бог создал даже ангел чтобы они людям служили тоже любили даже ангелы в любви подвязаются служением людям они служебные духи не богу служит а человеку от бога посылаемый на служение людям и мы также господь сказал если я господь и учитель омыл во многие то и вы должны делать чё точно так же господь не отцу небесному ноги умывал а ученикам с вами который ниже его твари своей который ничего не понимает вот так вот так что будем проповедовать не и мир заквасывать небесами во плоти детьми божьими ангелами небесными во плоти которые есть люди агнцами уподавливающих которые агнцу непорочному чтобы быть святыми непорочным пред ним в любви когда мы предстанем на его судилище чтобы действительно того за что зло умы натворили было совсем минимум и что в господь очередной раз своей любовью безумная омыл простил даже если мы в чем-то согрешаем бывает такое да вот хотя я думаю что ни у кого не хватит ума с богом там припираться надо каяться надо стремиться к совершенству не смотреть назад какой я вчера был надо смотреть вперед согрешил пока если был святым не думай об этом живи сегодняшним днем в чем застану господь сказал в том и сужу ну вернее не господь говорил есть такая такое правильное евангельское выражение евангелия у нету апостолов ибо господь еще через пророка выговорил ветхозаветному человечеству что если праведник последний день свой согрешит ягод ни одного его доброго дела не помяну его вот так вот но бог есть любовь всем желаю радости счастье возрастания в духе святом по внутреннему человеку в совершенный христов возраст по его подобию его образу его учению которое в учении дел который он сам прежде творил потом нам заповедал исполнять ибо он сказал кто одну заповедь нарушит малейшую и так еще кого-нибудь научит а ты если сотворишь плохую заповедь то есть какой злой дел ты естественный другим этим пример показываешь тот маленький маленьким налечется в царстве небес а кто все сотворит и так научит тот великим налечется поэтому будем подвязаться во всех делах которые заповедует нам господь ставь лайк если ролик понравился делись им на ютубе в социальных сетях с кем считаешь нужным пишите ваши мысли размышления комментарии вопросы я на которые обязательно буду отвечать каждую субботу в 16.00 ой в 15.00 по москве на канале христолюб лайф в прямом эфире ну а интересный комментарий тоже может быть буду зачитывать все всех нежно целую крепко обнимаю любите друг друга любовью христову которую он будучи во плоти любил нас пока пока